Я полагаю, что конфликт, который мы сейчас имеем дело, имеет все шансы стать гораздо более масштабным. Российское военно-политическое руководство собирается вести большую войну. Это не война в Краматорске. Чем эта война закончится, от этого будет зависеть, как будет выглядеть новый мировой порядок, и там уже договариваться по ядерному оружию. Идея о том, что надо просто динокуляризировать Россию, мне не кажется особенно убедительной, потому что мало ли еще проблемных точек с ядерным оружием в мире. Тут эта проблема так не решается. Нужен новый порядок, новые договоренности, которые всех более-менее устроили. Возможен ли парад НАТО на Красной площади? Да. Если самоубийственная траектория, на которую Владимир Путин встал, будет и дальше реализовываться. Да, я не думаю, что это хороший сценарий для кого бы то ни было. Но, в общем, сейчас уже да. А возможен ли в России сценарий как в Германии, то есть демилитаризация и демократизация по итогу? Как я сказал, Россия должна стать республикой. Способ, которым это будет происходить, мы пока до конца не знаем. Мы видим, что в России, на самом деле, достаточно внутренних сил, которые бы хотели сегодня этого превращения в республику. Я надеюсь, что нам такого не потребуется. Это важное отличие от немецкого случая, что в России огромная часть населения, особенно более молодая часть населения, конечно, не хочет в прошлое. А самим русским нужна демократизация? Я думаю, что да. Ну, в том смысле, в котором я говорил о республике, да, безусловно. Еще раз. Люди недооценивают, до какой степени Россия сегодня стала иерархичной страной. И это вовсе не относится к чисто русской традиции. Концентрация власти, которая сегодня в России, объем власти, который есть у Владимира Путина, вообще редко у кого бывало в русской истории. Это не типичный случай. Все вопросы решаются путем хождения наверх. Причем эта модель воспроизводится уровень за уровнем в России. Я не знаю, как в Беларуси в этом смысле, да, там вам виднее, но в России это всех жутко достало, что тебе нужно все время как бы поговорить с Иваном Ивановичем, который знает Иван Петрович, который знает ход к Ивану Ильичу, а он когда-то видел Владимира Владимировича. Вот это всех дико достало. И, конечно, сковывает любую инициативу снизу, любую кооперацию, любую солидарность, то есть то, что на самом деле производит сегодня развитие. Поэтому, конечно, россияне-то устали и хотят другого формата жизни, а он и называется республиканской жизнью, когда мы берем ответственность сами за себя. Нужно ли разделять Россию на несколько независимых государств? Понятно, что Россия сейчас начала двигать границы, и кончится это для самой же России плохо, потому что она не сумела ужиться в тех границах, которые сама же постулировала в 1991 году. И теперь России придется узнать другую сторону этого уравнения, отсюда еще в том, что если границы можно отодвигать в одну сторону, иначе их можно отодвигать и в другую сторону. В этом смысле я думаю, что границы... Я убежден, что границы России изменятся. Кто и как будет заявлять права внутри этих границ или вне этих границ – это вопрос сегодня открытый. И поэтому ответ на ваш вопрос зависит от того, кто и какие предъявит требования. Пока мы не видим каких-то мощных местных движений, не знаю, за сицессию из России. Если они появятся, будем с ними разговаривать. Вот им, может быть, что-нибудь нужно будет, и с ними нужно будет разбираться. А абстрактный вопрос о том... А мы спрашиваем о том, нужно ли Соединенные Штаты Америки разделение России, то понятно, кто от такого вопроса больше всего выигрывает. Давайте иметь дело с реальными субъектами, которые отлучивают реальный интерес. За последние полгода отношение к войне изменилось у россиян или нет? Многое прозрело людей или нет? Это не вопрос прозрения. Тут нет какой-то ситуации того, что люди находятся в глубокой иллюзии, а потом они, значит, прозревают. Да в России все все более-менее понимают. Но есть, конечно, какие-то люди там, не знаю, где-то в глубокой глуши, которые могут чего-то не знать. В принципе, все-все примерно прямо. Люди пытаются держаться как можно подальше. Попытки, не знаю, просветить россиян, сказать, как это дело на самом деле, они ни к чему не ведут, потому что с этим знанием ничего невозможно сделать. Много раз уже россияне отвечали собеседникам в разных исследованиях, в журналистских репортажах. Одну и ту же вещь. Хорошо, предположим, вы правы, и что мне с этим делать-то после этого? Предположим, вы правы, и там российская армия творит какие-то зверства на соседние территории, и это совершенно не мотивированная война. И делать мне что теперь? Повеситься? Что от меня хотите? Жить с этим невозможно. Поэтому, если говорить об изменениях, то это, в общем, скорее такое привыкание. Отвоевание Херсона – это будет политическая смерть Путина или нет? Не думаю, но это будет чувствительным поражением, которое будет трудновато объяснить. В принципе, конечно, во многом все держится на мифе о непобедимости Путина, о том, что ему все всегда удается, и ему действительно многое всегда удавалось при, там, откровенной, скажем так, поддержке разных стран мира. Конечно, если у него что-то начинает серьезнее получаться, если это всем очевидно, тогда, в некотором смысле, вашу повседневность очень сложно защитить, потому что, оказывается, что вы не под защитой доброго тирана, а, в общем, в каком-то очень стрёмном положении может закончиться, черт его знает как. Есть такая история, что все советское время, послевоенное, и вплоть до сегодняшнего времени мы культивируем победу в Великой Отечественной войне. И вот сегодня мы узнаем о том, как ведут себя российские военные в той же Буче и так далее. И вот эти факты, на ваш взгляд, влияют как-то на общее мнение и россиян, и белорусов о победе во Второй мировой войне? Это то, на чем во многом базировалась репутация России, уважение к России и так далее. Сейчас этого больше нету и не будет. В связи с этим пересматривается весь этот большой нарратив о Второй мировой войне. Та форма, в которой его продвигал в последнее время Путин, была откровенно исключающей. То есть ни у кого не было другого голоса по этому поводу. И это было очень опасно в связи с этими нарративами народов, которые находились на перекрестии, которые попали, например, под Пакт Молотова-Риббентропа, или прибалтийские страны, для которых это, в общем, переход от одной оккупации к другой. Вот этот взгляд, он полностью исключался, ему не было никакого места, и тем самым исключался просто опыт живых людей, потому что они просто так проживали. Сейчас мы видим вполне предсказуемые последствия этого. Последствия, которые состоят в том, что когда базовый нарратив о Второй мировой войне, он под ударом, то эти нарративы начинают, наоборот, принимать сверхагрессивную форму, да. И, наоборот, они уже начинают там вытеснять, условно говоря, русский нарратив, и в этом смысле ставят под сомнение память, реальную память других людей, да. В этом смысле мы, конечно, видим большой пересмотр, как бы, ситуации Второй мировой войны. В Белауси это вам виднее, в России, мне кажется, этот процесс пока только начался, он будет очень болезненным, и потребуется какой-то новый нарратив о Второй мировой войне, потому что тот нарратив, который сейчас, еще раз, он, ну, как бы, он тождествен в войне в настоящий момент. То есть, если ты держишь такого нарратива, значит, ты должен прямо сейчас воевать. Некоторое время мы еще будем воевать, а потом, когда война закончится, потребуется пересмотр памяти о Второй мировой войне, придется к ней подходить другим.